Налоговая декларация, налог на землю, на машину, даже различные призы и подарки и там тоже налог. Слово, которое обывателя, откровенно пугает. Но ничего страшного в этом на самом деле нет. Таковы правила и порядки современного общества. Налоги идут в казну государства, а значит рано или поздно вернутся к тем, кто их платит. К тому же, это гражданская обязанность каждого. Тех граждан наших, которые пропустили срок уплаты по имущественным налогам, ждет на самом деле целый ряд таких неприятных последствий. Первый из которых это, естественно, начисление пеней. Второе это штрафные санкции и, конечно же, принудительное взыскание. Потому что само понятие налогов это принудительные платежи. Без этого мы никак обойтись не можем и, к сожалению, должны прибегать к таким мерам. Как только наступает срок уплаты налога и налогоплательщик не исполнил свою обязанность, со следующего дня производится начисление пени. Арифметика здесь простая. Если сумма просрочки налога составляет, например, 1000 рублей, а срок 30 дней, то неустойка составляет 10 рублей. Если сумма налога больше, то, естественно, вырастет и неустойка. Также сумма пени зависит от ставки рефинансирования Центрального банка. Предусмотрены штрафные санкции, которые могут составлять от 20 до 40% от суммы неуплаченного налога. Естественно, налоговым органам приходится прибегать к мерам и принудительного взыскания налоговых платежей. В первую очередь высылается уведомление на уплату, оговаривается срок уплаты для наших граждан. Если этот срок уплаты пропущен, то в течение определенного времени выставляется требование. Это тоже специальный документ с квитанцией, который высылается налогоплательщикам. Если пропущен срок по требованию и сумма задолженности составляет более 3000 рублей, то есть налоговый орган имеет право выйти в суд с заявлением на получение судебного акта, который в дальнейшем будет направлен либо работодателем, если этот налогоплательщик трудоустроен для того, чтобы соответствующие суммы были взысканы с заработной платы неплательщика, либо это в пенсионный фонд может быть направлен, если плательщики являются пенсионерами. Взыскать можем даже со стипендией. Последней инстанцией в этом пункте является служба судебных приставов. Далее возможен арест имущества с его последующей реализации. Существует практика и ограничение на выезд гражданина за пределы страны в случае неуплаты им налога. Также арест счетов. С недавних пор физическое лицо может признать себя банкротом, чтобы не платить налоги, например, но в этом случае все его имущество будет реализовано, что называется, с молотка. Так что гражданам стоит несколько раз подумать и вспомнить старую добрую рекламу. Заплатил налоги и спи спокойно. Всех призвать к тому, чтобы обязательные платежи в виде налоговых платежей платились каждым гражданинам нашего Сергиевского района, нашей Самарской области, нашей страны в своевременной. И мы избегали возможности обращения государственных органов в соответствующие инстанции для того, чтобы каким-то образом мы воздействовали на наших граждан. И чтобы граждане наши понимали, что это необходимые меры существования нашего государства. И без вот этих обязательных платежей просто наше государство существовать не сможет. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».